Сравнительно недавно появилась вот такая монетка. Это одна лира Турции. Посвящена ангорской кошке 2015 года. Гурт гладкий, биметаллическая монетка. Масса 8,5 грамма. Диаметр 26,15 грамма. Монетный двор Стамбула. Вот такая вот прелесть чего. Вообще ангорская кошка это, так скажем, древнейшая порода. Одна из древнейших пород. Вот наряду с породой турецкий ванн является потомками древнейших, а домашних кошек известно с 16 века. Кошка так названа в честь города Ангора. Теперь это Анкара. В 18 веке ангорские красавицы были невероятно популярны в Европе и жили в богатых домах. Уже тогда их характеризовали как общительных комнатных кошек и восхищались их богатой пышной шубой. В России, куда ангоры попали после русско-турецких войн, они тоже пользовались почетами и любовью. В начале 20 века красавиц белого окраса нередко можно было встретить в купеческих домах, а их изображение на поздравительных открытках. Среди представителей ангорки ярко-белого цвета встречается чаще всего. Именно их преимущественно разводят в Европе. Кстати, внешность ангорских красавиц за последние века мало изменилась. Хотя особенно ценятся, как некоторые международными ассоциациями и клубами признаются в качестве ангорских только кошки, ведущиеся родословно от предков, вывезенных из Турции и даже из Истамбульского зоопарка. В середине 20 века вслед за американскими клубами и другие страны начали признавать разные окраски ангорских кошек, не только ярко-белые. Признаются черные ангорские кошки, голубые, красные, любые другие окрасы, за исключением шоколадных, лиловых и гималайских. Турецкая ангора, элегантная, гибкая кошка по сравнению с другими породами, более крупная, она производит впечатление настоящей леди, грациозной и изящной. Тело пропорционально сложенное, выглядит очень сильным, задняя часть несколько приподнята, шея стройная и мощная. Грудь и плечи хорошо развиты, спина мускулистая, поясница широкая, крепкая, ноги длинные, крепкие, с красивыми круглыми лапами. Такое телосложение позволяет ангорам отлично прыгать, а когда они это делают, создается впечатление, что они летают по комнате. Выглядит невероятно красиво. Хвост в форме сраусиного пера, длинный, широкий, у основания и сужающийся к кончику. На всем протяжении хвост покрыт длинной шерстью. Голова у кошек породы ангорка короткая, широкая, имеет форму заостренного к низу треугольника. Подбородок закруглен, но средний и немного скошен. Уши относительно короткие, застренные на концах, несколько опущенные. Выразительные глаза, голубые или светлые янтарные. У российских ангорских кошек глаза преимущественно зеленые, что является редкостью для других стран. Характер ангорской кошки нежный и ласковый. Кошки ангорской породы очень привязываются к хозяину и хорошо улавливают их настроение. Ангорские красавицы ведут активный образ жизни, не любят оставаться в одиночестве и могут проводить с человеком долгие часы. Они настолько интеллектуальны и сообразительны, что могут научиться открывать двери или выключать свет. При этом ангорам свойственна некоторая медлительность и даже флегматичность. При покупке котенка турецкой породы нужно быть внимательным, так как недоворосовестные заводчики порой предлагают беспородных котят, лишь отдаленно напоминающих ангорских кошек. Часто бывают белые полуперсы, выдающиеся за королевскую ангору. Если вы не уверены в заводчике, воспользуйтесь помощью специалиста-фелинолога, который сразу определит истинное происхождение кошки. Хороший продавец всегда с гордостью продемонстрирует родителей котят и документы, подтверждающие родословную. Купить ангорскую кошку моложе 12 недель не получится. До этого возраста котенка нельзя отнимать от матери. Мало ощущения крови физически, ему требуется материнское молоко. Кроме того, он психологически не готов к переезду в новый дом или к самостоятельной жизни. Но выносливость и хорошее здоровье присущие порой не делают ее представители восхитительными домашними питомцами. Уход за ангорской кошкой несложен. Шерсть следует регулярно расчесывать, чистить специальные щетки, а в периоды линьки по несколько раз в неделю. Отсутствие подшерстка упрощает процедуру. Купание во время линьки помогает быстрее избавиться от отмерзших волосков. Для водных процедур используется только специальный кошачий шампунь. Порода не подвержена особенным каким-то болезням. Изредка наблюдается тенденция к заболеванию слухового аппарата. Однако грамотная селекция снизила риск этой патологии. Даже важно регулярно осматривать зубы и десна животных и внимательно следить за образованием зубного камня. Кошка живет в среднем, как и все представители семейства кошачьих, где-то в среднем лет 15. Для полного счастья питомцам можно приобрести различные игрушки, сделанные специально для кошек. Для полного счастья следует приобрести когтеточку и приучить к ней кошку. Так вы защитите мебель и обои от острых когтей, а ваша кошка сможет стачивать ногти самостоятельно. Вот такая вот у нас сегодня красивая тема. Вот эта монетка 2015 года, а еще выходила точно такая же в 2010 году, но там просто была голова ангорской кошки. И вот как бы продолжение серии «Животный мир» Турции. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...